Всё-таки я буду рассматривать не все, не вообще логические теории, а конкретные логические теории по примере двух логик. Ну и начну я издалека. В 1963 году в одном иностранном журнале учёный по фамилии Андерсон сформулировал и опубликовал статью, в которой сформулировал четыре главные проблемы релевантной логики, в рамках которой одной из главных проблем была проблема построения адекватных семантик для систем релеванта логики Е и Э. Примечательно также отметить, что в этой же статье, в этом же выпуске была издана статья Крипти, в которой он построил как раз первую семантику возможных миров, известную для системы Эспеха. И в дальнейшем эта проблема оставалась нерешенной, пока в 70-х годах не была построена семантика Раут-Леймейера, потом также семантика Белнахолла и Андерсена, которым при этом построении помогал ученик как раз был на это данный, и разделение на американский план построения семантик и австралийский план построения семантик. Но в 1976 году Ноэль Белнахолл публиковал две знаковые статьи, которые называются как нужно рассуждать об одной полезной четырехзначной логике, которая вам предлагает многозначную, то есть четырехзначную семантику для первоуровневых следствий. И эту семантику аксиматизировал в 2000 году, его ученик Майкл Данн. Система получила название FDE. В рамках характеристической матрицы ее можно записать следующим образом. Значит, у нас есть множество значений истинностных. Это T, B, N, F, которые интерпретируются как говорит правду. B, от английского boff, говорит правду истину, и ложь одновременно. N, с английского нода, не говорит ни лжи, ни истины. И F говорит только ложь. Значит, множество выделенных значений в этой логике было T и B. Ну и множество логических операций, это конъюнция, дизъюнция, отрицание. Значит, эта логика получилась релевантной, обладала всеми хорошими релевантными свойствами, то есть ни там не появляется взрывоопасность логического исследования, из противоречия следует все что угодно. И более того, эта система породила новое направление символической логики, так называемой логики обобщенных истинностных значений. Потому что потом были построены как раз логики шестнадцатизначные, которые являются расширением множества значений вот этого и так далее. Но оставалась проблема, нерешённая до 2013 года, о том, возможно ли построить стандартным образом систему FDE, где в качестве выделенного значения будет только значение T, то есть только истина, без противоречивого значения внутри. И в 2013 году итальянский логик Умберто Ревечи и его коллега Андреас Пиц построили такую логику, но им не удалось построить стандартную аксиматизацию, которую построил данный для системы FDE. То есть когда данный аксиматизировал за систему FDE, он сформулировал чётный хороший удобный план и способ аксиматизации такого типа логик, которому как бы и следовали дальше при аксиматизации подобных логических систем. Для системы те выделенные значения только истины, такая аксиматизация просто сложна. Поэтому Ревечи построил достаточно нестандартную аксиматизацию, он просто построил натуральное исчисление и показал, что этим исчислением аксиматизировалась такая логика. Теорем совпадает? Теорем, как известно, нет теорем. Соответственно, проблема построения стандартной аксиматизации была нерешённой. И в прошлом году я защитил диплом, который построил стандартную аксиматизацию в этой системе. Но для того, чтобы построить стандартную аксиматизацию, пришлось прибегнуть к некоторым техническим ухищрениям, а именно ввести константу N из нерешённых. Т.е. таким образом теперь эта логика называется ETLN. Ну, логика, которая построила E, которая построила. Привеча она называется ETL. Идея введения этой константы в том, она носит чисто технический характер, заключается в том, что эта константа такая, которая при любой оценке принимает значение N. Ну, там это удобно получается при формулировке лембоэкономической оценки. Т.е. как характеристическую матрицу теперь мы можем представить логику ETL, следующим образом. Т.е. у нас те же четыре значения, но здесь у нас теперь одно определенное значение, только есть. Содержательные точки зрения зачем вообще нужна такая? Ну, потому что такая логика в большей степени вообще претендует на то, чтобы удовлетворить интуицию, которую вкладывал четвероузначную систему ETLN. Он говорил, что необходимо построить такую логику, которая будет максимально адекватным образом обрабатывать противоречивую информацию. Т.е. он такой метафор приводил, что в компьютер вносится информация от разных источников, она может быть противоречивой, может быть неполной, какой угодно. И он должен уметь максимально адекватным образом строить выводы. Ну, это, конечно же, метафора, а компьютер наукам это никак не применит. Ну, так вот, таким образом очевидно, что необходимо пытаться все-таки построить такую логику с ограбительным значением. Сейчас, значит, я запишу аксиоматику и расскажу как раз. Соответственно, ну, я запишу FDE, а потом просто исправлю кое-что, там оно отличается только одним принципом. Значит, множество формул языка логики FDE называются теорией, если оно замкнуто относительно введения конъюнкции и отношения выводимости. Отношение выводимости, в свою очередь, оно является транзитивным, рефлексивным и удовлетворяется следующим принципом. Эти стандартные принципы, или так можно назвать, решёточные принципы. Сейчас поясню дальше, что это означает. Ну, соответственно, конъюнция B, далее введение конъюнкции. Формула C, из нее вводим формулу A, из формулы C вводим формулу B. Значит, из этого всего я заключу, что формула C вводим конъюнция потихоньку. Далее, дизъюнкция введения дизъюнкции. И, соответственно, у нас если из A вводим формулу C, из формулы B тоже вводим формулу C, то тогда у нас из дизъюнкции этих формулы вводим формулу C. Далее, закон двойного отрицания. Я напишу вот так вот, чтобы обе стороны вводились. Ну, дистрибутивность для изописной буквы у нас тут длинная достаточно. И закон ДМО. Это просто все свойства, которые делают эту логику решёточной. Что это означает? Это означает, что можно также систему FDE, как система FDE, рассмотрим как дистрибутивную решётку. То есть элементы, вот эти четыре элемента, значения, образуют такую решётку с отношением частичного порядка. Отношение частичного порядка можно интерпретировать как аналог логического следа. Это как бы алгебраический метод. Вот, с истинностным фильтром на этой решётке. То есть в системе FDE у нас получается вот этот, является истинностным фильтром. Который мы рассматриваем как теорию, как раз в нашей школе. Ну, такая интерпретация. Так, что происходит дальше? Ну и дальше, если мы хотим построить, собственно, логику с одним выделенным значением... Забуду сказать, что отношение логического следования мы определяем через орган с выделенного значения. Т.е. у нас из формулы A следует формула B. Если оценка формулы A будет выделенного значения, тогда и оценка формулы B будет выделенного значения. В этом случае у нас тогда выделенное значение является вот это множество. Здесь выделенное значение такое. И как легко увидеть, что у нас в FDE есть противоречивое значение A. Таким образом, противоречивое некоторым образом локализуется в теории. Т.е. они указываются на то, что они есть, но и они тоже являются истинными формулами. В ETL такого нет. И что ещё появляется в ETL? В ETL появляется очень интересное свойство, которое называется свойство артихростаты. Что это означает? Это означает, что в логике ETL следования такого типа не являются доказуемыми. Такого исследования просто нет, потому что есть в некотором распределении значения, когда у нас эта конъюнкция принимает значение B, и здесь эта конъюнкция принимает значение M, и в дисюнкции будет принимать значение T, а C, например, будет F. Как мы видим, исследование здесь никакого нет. Интересно, что это означает дальше? Это означает, что выводы типа A, B, 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 C, такого тоже не может быть. И вот это как раз Ревенчуев и назвал, он показывал на это, он назвал, тоже можно проверить простой табличной проверкой, и показал, что это и называется свойство антихростаты. Что это означает? Это означает, что дизюнкции, в данном случае очень интересно посмотреть на дизюнкции противоречий, и могут принадлежать теориям нашей воды, поскольку, как я уже показал, мы здесь видим, что у нас есть такой случай, когда вся эта формула принимает значение истины, а это, по аллергия антихростаты, означает, что она может принадлежать какой-то теории А в нашей воды. Однако сами по себе дизюнкции противоречий принадлежать теориям не могут. Как раз в силу свойства антихростаты. В логике FDE дизюнкты принадлежать могут. Потому что у нас есть значение B, например, которое, как мы видим, в множестве выделенных значений, соответственно, по той же генрограничной оценке для FDE оно будет принадлежать теории. И вот это, так скажем, одна из главных особенностей семантических логических критерий, которая заключается в том, что она в большей степени выражает интуицию, которую вкладывал Бенн в создание четырёхзначной логики, а именно то, что она не просто указывает на противоречие логализуемые теории, она вообще исключает из теории противоречия, но позволяет противоречия содержаться без юности. В связи с этим также можно таблично проверить, что в этой системе, в системе ETLN, я должен сказать, извиняюсь, что у нас как раз в связи со свойством антипросоты меняется один из принципов, а это именно исключение дизюнкций. Ну, собственно, понятно почему. Потому что, как я уже показал, тех увозимости просто нет. Соответственно, мы должны принять в качестве исключения дизюнкций другой принцип, так называемый, в литературе обычно называется дизюнктивный силогизм. Как он сейчас делает? Дизюнктивный силогизм... Формула С у Вадима неверно, что А, из формулы С у Вадима дизюнкция А или В, ну и тогда у нас получается, что из формулы С у Вадима формулы В. Легко показать, что... Ну и вообще известно, что в классической логике и это, так скажем, своего рода аналог принципу из противоречия следует все что угодно, потому что по дистрибутивности легко показать, что вот такая формула является... Соответственно, мы видим, что там засело противоречие. И можно показать таким способом, что есть противоречие, если у нас подправленные в теории допускаем, что есть А и не А, как условие, потом, исключая, соответственно, при помощи исключения конвенции А, не А, вводим в А дизюнкцию, получаем А или В, ну и затем, применяя дизюнки на силогизм, получаем, что есть не А, А или В, и получаем формул В. Таким образом, на листику можно осуществить любая формула, таким образом мы, грубо говоря, вывели с противоречиями что угодно. А что это означает? Это означает, что система идеи не является релевантной логикой. Вот одно из интересных следствий. Почему? Потому что с точки зрения релевантной логики такие вещи, и вообще дизюнкственный силогизм, это одна как раз из четырёх проблем, как раз формулированных Андерсон в 1963 году, это недопустимый с релевантной точкой зрения следование. Это парадокс классического следования. И в связи с этим встаёт проблема ещё одна интересное следствие системы идеи. Какой? К какому разделу логики оно относится? Ну, как классифицирует эту логику? Какой она является? Оно не является релевантной, но в ней доказуемый классик. Потому что можно табличной проверкой показать, что, например, система аксиома, состоящая из позитивного парадокса самодистрибутивности импликации, и третье, что аксиома в учебном документационном ведении математического как раз это есть, если импликацию выразить в этих связках, в дизюнктивной форме представить, то тогда можно сказать табличной проверкой, что такие выводимости, пересвоить систему выводимости, будут доказуемы в этой же теории. Соответственно, она является классической логикой, но с такими интересными формулами. Конечно, громко было бы называть их характеристическими выводимостями или аксиомами, но они являются вот таким вот как раз характерной чертой для системы ИТИО, т.е. не доказуемой классикой и вот такие вот стороны формулы. С другой стороны, если она не является релевантной, является классической, но не совсем классической, потому что, во-первых, она многозначна, во-вторых, такие формулы, конечно же, в классике не доказуемы, то, может быть, она является паранепротиворечивой формой. Теперь вспомним определение паранепротиворечивой логикой. Паранепротиворечивой логики — это такие логики, которые имеют паранепротиворечивые теории. А паранепротиворечивые теории — это такие теории, которые не являются тривиальными и являются противоречивыми. Что это означает? Это означает, что множество всех истинных формул в теории паранепротиворечивых логик не совпадают с множеством всех формул на языках. Ну и, конечно же, означает, что противоречивые формулы в цеписе могут появиться в теорию. Как вам показали, теории не являются противоречивыми, потому что противоречие не входит, но и являются тривиальными. Соответственно, она и не является также парой противоречивыми. То есть это логика обобщенных истинностных значений, которая обладает некоторым свойством вот такого содержания противоречивой информации в качестве дизъюнтов, дизъюнтинных формах своих теорий. Наверное, на этом всё. Спасибо большое.